ребят всем привет с вами димас и оператор антон вот мы сегодня для вас решили сделать необычное блюдо так называемые точнее напиток компот естественно алкогольном виде это наша сезонная заготовка мы всегда так делаем как бы у всех есть свои рецепты нос рецепт такой свой вот сегодня мы вам расскажем о нем мы делаем все любые сезонные ягоды именно кроме яблок яблоки так не очень получится вот все косточковые такие он делаем именно такую заготовку делаем такую наливку настойку если так можно сказать вот это наша такой вот наш хэнд мэй разработка так что сегодня будем делать необычная красная смородина она не у всех есть конечно можно из любую смородину делать вот можно дальше не ассорти сделать но наверное скорее всего из красным делать приступим к сборке нашего урожая кружевник у нас растет есть красная смородина в этом году она очень хорошая вот собирать прям можно с веточкой как бы все равно придется собирать листья это не для варенья из компот закрываете тоже кстати можно вместе с палочками делать вот с листочками это все нам все равно понадобится будем варить так что смело из-за этого красную белую смородину и собирать очень удобно быстро она собирается легко вот внизу осыпная вообще нас озревший скоро же будет опадать вот смотрите спряталась от нас самая вкусняшка эй эй лёня лёня лень как дела парни не мешаем собирать смородину давайте идите гулять голубитесь привет мы собрали нашу красную смородину с листочками еще листочки доберем вот нам для видео достаточно будет тут может полкило где-то примерно килограмм будет вот соберем сейчас разных лисков листочков и начнем нашу затарку будем начинать делать наш компот нужны были листья вишни смородина и виноград вот такой отличный вкус можно калины собрать еще немножко листочков прям смело берете и снимаете светочка лучше с молодых чуть вишни сейчас смородину еще вот смородину немножко соберем немножко смородину листочки аромат вообще хороший получается вот немножко виноградный листочков тут у нас изабелла будем делать вино может быть снимем тоже видео немножко винограда все достаточно сейчас тоже помоем тогда друзья ну вот мы перешли к нашей готовке нашего ликера приготовлением нашей наливки вот мы взяли ягоды листья и все все готовность к приготовлению берем кастрюльку включаем на четверочку кидаем наши листья и ягоды все помыли естественно перед этим хорошенько потому что жучки паучки грязь все присутствует это все с огорода все как бы чистое но все присутствует так лишнее убираем и наливаем воды и примерно 2 литра получится у нас тут нас полторашка ну процесс еще добавим я думаю водички потому что это будет маловато просто будет насыщенный очень и добавляем сахар 400 посмотрим потом если не сладко добавим даже мне кажется много будет 300 добавим а то очень сладкое будет вино друзья мои для вас прошли мгновение для нас ожидания небольшие там минут 20 прошло вот все начинает закипать на ваших глазах смотрите поднимается напомню что мы добавили ягоды листья воду 2 литра я добавил еще 500 миллилитров вот это получается килограмм ягод ну один к двум получается с листьями вместе и 2 литра воды добавили 300 грамм сахара пока сладко я пробовал пока сладко но мы не добавляли лимонную кислоту она придаст твои кислоту кислотность сладко хотя ягоды смородины красные кисловаты все зависит от ягод какие ягоды вы используете и из-за этого потом можно добавить можно чуть меньше сахара ну примерно идет на литр воды где-то 150 миллиграмм сахара примерно вне зависимости от ягод 100-200 это вот ко всем подходит сливы кислые или что-то еще добавляем столовую ложку кислоты лимонной и уже сейчас затем потом попробуем еще на кислоту и добавлять нам сахар или нет сразу цвет стал немножко и насыщение лимонная кислота она сразу цвет дает ведь то был еле-еле бледненький а сейчас стал розовый такой цвет до девушек розовенький хорошо подходит ли ждем еще минут пять точно она будет кипеть минимум но зависимости от емкости от количества у вас есть у вас большая кастрюль 20 литровая пусть кипит 15 минут у нас кастрюлька небольшая всего лишь на два замеса сделали из-за этого может и 5 минут покипеть ничего страшного не будет вот лимонка растворилась мы сейчас попробуем что у нас получилось на вкус стоит нам еще добавлять или нет о да на два замеса можно даже добавить чайную ложку лимонной кислоты дала немножко кислинку хорошую так что мы добавим еще немножко сахара 50 грамм от наших сотки оставшиеся сейчас отлично вообще сладенький сладенький ликер кто не любит сладкое может меньше добавить сладкой вот смотрите на ваши глаза все кипит все бурлит ничего не мне можете пометь заранее но все и так помнется в итоге вот так что я думаю мы выключаем но все поварилось и питание газовое все еще дойдет какую какое-то время будет томится еще раз всем привет ребят вот прошли у нас на сутки примерно вот следующий день мы готовим наш ликер из красной смородины все настоялось остыла наш компот вот еще процеживаем обычный шлак возьмем вот и все начинаем процеживать можно там через края полить ничего страшно емкость небольшая у нас вот и вываливаемся листочки и ягодки что осталось у нас немножко мнем выжимаем сок оставшись чуть мякоть из ягод оставшиеся листья и жмых мы обратно кастрюлю нужно нам понадобится это все на выброс или в навоз кто куда добавляет вот берем чистый спирт 250 миллилитров на литр это у нас получается 2 литра это получается 500 добавили 600 будет крепенько я думаю никто не обидится так что миллилитров спирта чисто не будем через пробовать он добавляем смотреть пошла реакция пошла реакция оператор может заснимать сейчас начинает бурлить и петь ждем пару минут сейчас лекция закончится и уже будем разливать запах прекрасный при этом алкоголь не никуда от этого деться спирт он такой бьет сразу это цвет сразу поменялся стал более такой темный спирт дает такую темный оттенок сразу когда вы добавляете что-то такое вот цветное неважно какого цвета он стал более такой напиток становится темный как бы я замечал только тем не может быть какие-то у вас там замечание еще более но я вот так темный видел вот примерно минута прошла принципе можем попробовать берем стаканчик мы чисто дегустируем оператор пожалуйста попробуйте оператор отказывается все лежит на мне вся ответственность сахар не будем мерить ликер и часто ну как бы защищать спиртом потом настоится она уйдет это все спиртовая спиртовой вкус он сейчас как бы более такой летает парообразном состоянии вот везде вот и на вкус он как бы сразу ощущается потом пропадает а когда он настоится быть наоборот реакция его сначала не чувствуете а потом появляется градус и вообще эти там в своей голове или где-то еще какой-то все ощущать по сладости вообще реальный ликер получился ну друзья получился у нас небольшой такой вот эксперимент с нашим с нашими семейными традициями по наливку вот все делаем на спирту как раньше говорил вам об этом чтобы не было запаха лишь постороннего и чтобы вкус смородины красный пробуйте экспериментируйте попробуйте что вот я приготовил потом напиши комментарий как вкусно не вкусно понравился нет ну вот это можно все добавить если вы печете коржи в торты выпекаете пролить их как раз получится 15-20 градусов десертный ликер его очень хорошо добавить если вы хотите более густой сделать можете больше добавить ягод меньше воды если не хотите крепкие добавьте меньше спирта или что вы там добавляете ну так что пробуйте экспериментируйте всем добра и мира с вами был димас оператор антон внизу управляйте алкоголем все всем пока пока